Привет, мои люби! Вы, которые здесь все знаете, я сейчас скорее буду говорить с теми, кто не здесь, что, может, пока у них есть еще хоть какая-то возможность услышать, чтобы услышали. Сегодня девятый день войны. Девятый день войны. Кто бы мог подумать, да? Начну просто с зарисовки о том, с чем сейчас тут люди сталкиваются. Зарисовка из абсолютно реальной. Говорил с своим другом, он прикидывается простым крестьянином, живет сейчас в деревне под оккупантами. Вчера вечером расхренячили местную свиноферму, разбежались все свиньи по всем полям, лугам. Вечером наблюдал такую картину, как деноцификаторы, демилитаризаторы-освободители волокут свинью. Понятно, что свинья была из фермы, поскольку бирка в ухе. После этого с наступлением темноты вся деревня слушала в течение минут сорока душераздирающие свиные вопли, после чего раздался выстрел, и все стихло. Ну, утром оккупанты наелись, по-видимому, пошли куда-то, ушли, короче, с деревни. Сходил мой товарищ к месту казни, увидел свиную голову с дыркой во лбу пистолетной. Говорит, пистолетной, может, с автоматной. Я не очень различаю дырки. Увидел, как шея свиньи исполосована, похоже, перочинным ножом. В общем, вот так у нас тут все происходит. Когда-нибудь обо всем этом будут снимать фильмы. Сейчас просто это сложно представить. Ну, а теперь от свиней к более глобальным. Сегодня выступал генсек НАТО. Даже не знаю, что вам по этому поводу сказать. Вот просто я сейчас, собственно говоря, обращаюсь ко всем, кто меня сейчас слышит, кто понимает русский язык и кто живет не в России. У кого есть демократически избранное правительство, к которому можно обращаться. Вот представьте себе ситуацию. Наши американские друзья каждый божий день публикуют фотографии. Фотографии военных аэродромов на территории Беларуси и на территории России. И они рассказывают всему миру о том, что с этих аэродромов взлетают самолеты, которые бомбят мирные города. Смотрите, самая мощная держава мира, самый сильный военный блок, которого никогда не было в истории человечества, самый сильный военный блок молча, именно молча наблюдает за тем, как с территории двух стран взлетают самолеты и летят бомбить мирных людей, мирные города. И они говорят, хорошо бы это прекратить, хорошо бы это прекратить. А дальше выступает товарищ Столтенберг и говорит о том, что Россия применяет кассетные бомбы и другие запрещенные виды оружия. Батюшки взлетают с очевидных аэродромов, очевидные самолеты, которые сбрасывают на независимое государство основателя организации объединенных наций. Слышите, вдумайтесь, Украина это страна, понимаете, которая основала организацию объединенных наций. Так вот эти самолеты летят, их видно, и независимое государство бомбят эти самые самолеты. А самый мощный блок военный мира говорит о том, а это же они уже выводы делают о том, что НАТО призывает Россию немедленно вывезти войска с Украины и начать переговоры. Это, знаете, выглядит, как мутузят кого-то, а рядом стоит здоровяк такой, чемпион мира по боксу, и говорит, товарищи, перестаньте, давайте начнем переговоры. Из других заявлений инсека НАТО, ну, мало того, главное, конечно, заявление, они отказываются вводить беспилотную зону. Ну, не дай бог, и нам же может попасть. Не-не-не, вы там этих добиваете, мы там рядом постоим. Так вот, НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация в Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. Ах, вы мои ожидатели, спасибо вам, что вы это ожидаете. Смотрите, у вас будет еще много красивых картинок, вы покажете своему народу и расскажете о том, смотрите, ребята, они бомбят Украину, а нас они боятся, они вас не бомбят, мы крутые. Молодцы вы, ребята, молодцы. А еще знаете что? НАТО несет ответственность за то, чтобы конфликт в Украине не вышел за пределы Украины, но не ищет войны с Россией. Ну, правильно, они, понимаете, они вот прямо несут, товарищи, демократические граждане, вот элита цивилизации. НАТО прямо несет ответственность за то, чтобы они продолжали бомбить исключительно нас, чтобы волосиночка с вашей головы не упала, потому что, не дай бог, спасибо вам. Ладно. Теперь, после того, как я вчера обратился к народам Кавказа, мне предлагают обратиться еще к другим группам. Ну, я обращусь, конечно, я, конечно, понимаю, что все это до лампочки, но я обращаюсь. Письмо такое. Доктор, вы авторитетный человек, обратитесь, пожалуйста, к кубанским казакам. Может быть, у них совесть предков проснется, и они возглавят и защитят гражданское восстание в России. Вообще, конечно, писем столько. Я обращаю, кстати, внимание, друзья мои, я действительно считаю, что письма, которые я сейчас получаю, это важнейший документ, документ для психологов, для историков, для психиатрии, в принципе, понять, как можно зомбировать 140 миллионов людей, насколько это важно вовремя уничтожать мерзких пропагандистов. Это самое страшное. Вот пропагандисты, это как отравители. То есть человек, который насыпал яд в колодец, он убьет там, ну, 20 человек, которые с этого колодца попьют, но человек, который льет в уши мерзость, которая потом приводит к тому, что люди реально аплодируют убийством типа братьев. Ну, в общем, короче говоря, так вот, я обращаю внимание всех ребят, я даже создал специальный телеграм-канал, который так и назвал «Здравствуйте, доктор письма войны». Под этим видео ссылка на этот канал, заходите, почитайте. Просто почитайте, чтобы вы понимали, что пишут нормальные люди, и через что эти нормальные люди проходят. Дальше. Ну, кстати, по поводу этих людей, которые там, которые писем не пишут, ну, которые иногда, нет, правда, пишут иногда там набор проклятий, я действительно почитал, и я понял, что реально, вот я сейчас скорее пытаюсь еще достучаться, ну, наверное, скорее по инерции, скорее потому, что, ну, вот совесть не позволяет просто плюнуть и сказать, да, пропадите вы все пропадом, значит, заслушали, так вам и надо. Оставайтесь в вашем болоте и так далее. Так вот, опять-таки, когда я вижу очередь в Икеа, ну, потому что это же намного важнее, в Икеа уходит, и все кричат, да валите вы нам, мы без всех, без вас обойдемся, но выстраиваются в многокилометровые очереди, чтобы успеть в этой Икеа скупиться. У меня, опять-таки, еще, ребят, я хочу обратить внимание на то, что я никак не могу разобраться, что там с Кока-Колой происходит. Вот что там еще происходит с Кока-Колой. Если кто-то в комментариях сможет написать мне толком, или представители Кока-Колы, я, кстати, с вами общался, ребята, с представителями Кока-Колы в Украине. Я когда-то записывал видео, как помогать детям там при ацетономическом состоянии, и говорил о том, что, да, в этой ситуации даже Кока-Колу выпить неплохо. И мы после этого звонили, приезжали, говорили, спасибо вам, доктор, и мы такие крутые, классные. Я еще потом объяснял, что Коколу надо только обычную, которая с сахаром, диетическая, не годится. Ну, ладно, это кому надо, можете пойти посмотреть. Вопрос не про детей, что сейчас, правда? Вопрос про Кока-Колу. Я хочу официальное заявление. Кто-нибудь мне скажет, уходит-таки Кока-Кола из России или остается. Если Кока-Кола в России остается, она там и останется. Я сделаю все, чтобы весь мир узнал, какие вы мерзавцы. Или извинюсь публично и скажу, Кока-Кола нормальная компания, достойная того, чтобы мы ее тут тоже пили. Ребят, я бы очень хотел сказать именно так. Разоберитесь со мной. Теперь про йод. Ну, наверное, весь мир знает о том, что сегодня была ночь. Самое удивительное, что за неделю до начала войны я обращал внимание Европы на тот факт. Европы обращался ко всем. Говорил, послушайте, вы же там в Европе думаете, что Украина, это прям как Афганистан, да? То есть 15 или 16, я уже затуркался, я не помню, энергоблоков в центре Европы. А не хотели бы вы хотя бы рядом с этими энергоблоками поставить нормальную там противоракетную защиту? Не хотели бы? Рванет и вам мало не покажется. Если это сегодня ночью крупнейшую атомную станцию, Европы обстреливали. Ну, это вообще как бы какая-то тактика, мягко говоря, не очень понятная. Да, поэтому спасибо товарищам из НАТО за вашу очередную озабоченность. Это просто охренеть. Просто охренеть. То есть вы доходитесь в резиновой лодке, по которой бегает товарищ с шилом, и это шило пытается ткнуть в борт этой лодки, да? А вы говорите, мы очень озабочены, очень-очень озабочены вы наши. Да, так вот, у меня на канале есть видео. Здесь на канале посмотрите еще раз о том, как использовать йод для профилактики при взрыве на атомной электростанции. Еще раз обращаю внимание на ключевые месседжи, которые там прозвучали. Многие почему-то сразу не понимают. И вообще грустно мне от того, как вы не понимаете. Прием большой дозы йода непосредственно после взрыва на атомной электростанции позволяет уберечь от поражения щитовидную железу. Принимать этот йод надо один раз. И только тогда, только тогда, когда взрыв произошел или когда, вам говорят, точно через полчаса рванет. Все. Дальше обращаю ваше внимание, что угрозу представляет только работающий реактор. Только работающий. Если он выключен, неактивен, то ничего страшного не произойдет, даже если в него попадет еще какое-то оружие. Это второе. Третье. Для того, чтобы заниматься профилактикой, на сегодня в существующей медицинской литературе указано всего три лекарственных препарата. Калий и ядит в таблетках по 0,25. Обычный 5-процентный раствор йода. И есть еще 5-процентный раствор люголя. Ни о каких других препаратах я информации не имею. Может, я же не один врач на белом свете. Может, кто-то из мира, из Израиля или где-то еще расскажет нам, что делать в такой ситуации. Многие пишут мне про то, что у них есть препараты йода, в виде там йодомарина. И поэтому, и тут у меня возникает такая уже прям депрессия по поводу того, что люди, блин, не помнят, когда в школе учились, но я вам еще рассказываю. Йод используется для профилактики. Это очень маленькие дозы. И там он дозируется в микрограммах, вот в этом йодомарине. А для защиты при угрозе радиации принимаются миллиграммы. Тысяча микрограмм – это 1 миллиграмм. Поэтому все эти йодомариды вам надо съесть там 500 таблеток, чтобы получить нужную дозу. Забудьте про него. Еще раз говорю. Много также у меня спрашивают, что делать. У них есть повидон, йод, бетадин. Я не знаю, что с этим делать. У меня нет информации об этом. Я не фармацевт. Я могу только рекомендовать только то, что есть в официальных медицинских документах. Вот есть вот такое. Про люголя еще раз рассказываю. В 5-процентный раствор люголя – это значит в 2 миллилитрах 100 миллиграмм. 100 миллиграмм. А вам надо 125. Ну и посчитайте. Ну, надо же когда-то учиться математике. Еще один вопрос. Надо ли принимать йод? Опять-таки еще раз говорю. Принимают йод только тогда, когда авария есть. Нет аварии. Забыли про йод. Все. Вообще забыли. Нет никакой аварии еще. Чего вы суетитесь? Как говорил великий наш земляк, Шванецкий, неприятности. Надо переживать по мере их поступления. Но будьте к ним готовы. Да и все. Дальше. Два самых главных вопроса. А как быть беременным? Если произошел взрыв, беременная принимает йод, как любой взрослый. И еще один вопрос. Что делать, если удалена щитовидная железа? Если удалена щитовидная железа, йод принимать не надо. Вам ничего не угрожает. Все. С йодом закончили, пошли дальше. Боже. О чем мы разговариваем? О чем мы говорим? 21 век. Я, по-моему, впервые за время с появления у меня Фейсбука, я уже не помню, сколько у меня лет, Фейсбук, на своей официальной странице доктор Комаровский поменял фотографию. Посмотрите. И спасибо ребятам из государственного предприятия Антонов, которые прислали эту замечательную фотографию нашей Мрии. Я уверен, что Мрия у нас будет реализована. Дальше. Очень интересный пример про братьев. Сейчас появляются основные сайты. Например, сайт Юнисеф печатает много советов в виде очень красивых картинок, советов, что делать с детьми, как успокоить ребенка и другие. Сейчас появляются ресурсы, как выжить в завалах и так далее. Естественно, на официальных страницах в Украине эти материалы на нашем родном языке, на украинском. И вот я эти материалы, естественно, советы, как выжить под завалами, как поговорить с ребенком о войне, как успокоить ребенка, как играть с ребенком. То есть, какие можно... Есть игры, чтобы успокоить плачущего дитя во время бомбежки. И я эти советы публикую в виде инфографики в Инстаграм. Знаете, что эти суки пишут в комментариях? Ну, как в комментариях. Они в комментариях закрыты, но они же там в сторис могут написать. Вы бы еще арабское написали. Какие же вы твари? Какие же вы твари? Понимаете, я пишу для своих детей, которые сидят под завалами. Вам на них насрать, твари. Как же я вас ненавижу. Да отпишитесь, вы уже, будьте вы прокляты. Кстати, я просто не знаю, сейчас пока инстаграм тормозится статистикой, но 200 тысяч этих дебилов уже, слава богу, отписалось от инстаграма. Кстати, мне очень понравилось то, что мэр Одессы, мэр Одессы, Геннадий Труханов заявил, что российские культурные деятели, которые не поддерживают войну в Украине, могут переехать после войны в Одессу. И со всей ответственности он заявляет, что после нашей победы Одесса с радостью примет адекватных деятелей культуры, покинувших путинскую Россию. Мне вообще кажется, что Украина станет тем центром. И вообще как-то такое ощущение, что будет что-то типа Берлинской стены. И вы будете через нее перелазить к нам. Поэтому еще раз прошу вас, ребят, те, которые все-таки не хотят остаться в концлагере. Понимаете, тут либо мы тоже будем в концлагере, если они победят. Я не думаю, правда, мы тут партизанить в концлагере будем, а вы уезжайте, пока не закрыты границы, бросайте все, переезжайте. Вы в этом, в этой темноте, в этой мраке, в этом болоте надолго, дети ваши надолго, спасайте детей. Финская граница, Азербайджан, Казахстан, куда хотите, ну уезжайте. Это те, кто меня любит, кто мне верит. Я вижу, что мне пишут из России. Я не вижу шансов. Я не вижу шансов. Но лучше вернетесь потом. Мы же тоже не верили, что это произойдет. И проклинаем сейчас, что я вам честно скажу, насколько бы мне было сейчас проще быть ближе к войне, если бы мои дети и женщины были не здесь сейчас, не рядом со мной. Насколько бы это было проще, если бы можно было хотя бы допустить, что эти мерзавцы на такое способны. Когда я вчера посмотрел опросы в России, как они рады, рады. Смотрите, я когда-нибудь отдельно запишу видео по поводу, что же вы 8 лет молчали. Я обязательно про это вам расскажу. Но знаете, даже если это правда, и мы 8 лет молчали, то мы уж точно не радовались 8 лет. А вы в восторге. Вам так нравится, как здесь под завалами умирают женщины и дети, как кормящие мамы, у которых пропало молоко, не могут купить смесь и думают, где вскипятить коровье, и как его развести. И я должен, как врач, об этом им рассказывать. А вы потираете лапы, да? Обидели хохлов, сволочи. Ой, ладно. Ну, и кстати, это буквально пару слов о личном. Ко мне сейчас обращаются со всего мира. Я много говорю, много общаюсь, записываю интервью, чтобы вы их увидели. Я обращаюсь с тем журналистом, который ко мне пишет. Ребят, вы тоже как бы имеете совесть. Знаете, когда я прошу 40 человек недалеко от меня, которые находятся в одной сети Wi-Fi. Ребята, все, никакого интернета. Никакого интернета. Мне сейчас надо поговорить с людьми, и это важно. А мне с той стороны, с благополучной Европой, говорят, Игорь Ильич, извините, у нас тут не очень хороший интернет. У них, блин, плохой интернет. А еще так это обижает, унижает, когда я с одним немецким каналом тут разговаривал, и они мне, знаете, какой у меня вопрос задавали эти немцы? А какая у вас мотивация? Спрашивали. Я не буду называть этот канал, чтобы вам потом стыдно не было. Эти ребята, которые типа эксперты, которые типа военные корреспонденты, спрашивают у меня, а какая у вас мотивация? Вот какая вообще у украинского народа мотивация? Слышите, ребята, вас убивают, а у вас спрашивают, какая у вас мотивация? Да ложитесь уже или сами застрелитесь, да? Но мало того, им не очень нравятся ответы. И когда им не нравятся мои ответы, они говорят, у нас поменялся формат, мы не будем публиковать то, о чем вы рассказывали. Но я все равно надеюсь на общение с нормальными людьми. Мы обязательно победим. Может быть, вам показалось, что я не оптимистичен? Я очень оптимистичен. Я вижу, какое количество нормальных людей пытается нам помочь. Я вижу, что самая, нет, не самая сильная, самая беспринципная армия мира не может победить Украину. Слава Украине!